Дефолта не будет. В США демократы и республиканцы смогли прийти к компромиссу. Они достигли соглашения о повышении потолка госдолга на два года. Это стало возможным после успешных переговоров президента США Джо Байдена и спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти. Новое соглашение должно вступить в силу до 5 июня. Именно в этот день США столкнулись бы с техническим дефолтом. По словам Маккарти, договоренность подразумевает историческое сокращение расходов и новые реформы. Джо Байден заявил, что соглашение позволит избежать спада в экономике, опустошения пенсионных счетов и потери миллионов рабочих мест. Напомню, в настоящее время лимит госдолга США составляет 31 триллион долларов. За всю историю существования Соединенные Штаты еще ни разу не объявляли дефолт. Я только что разговаривал по телефону с президентом. Мы пришли к принципиальному соглашению. Это историческое сокращение расходов. Последовательные реформы, которые выведут людей из бедности, обуздают чрезмерное влияние правительства. Я завершу написание законопроекта, сверившись с Белым домом. Завтра я вновь поговорю с президентом, а затем опубликую текст соглашения. И, наконец, смогу проголосовать за него в среду.